Друзья мои, ну вот идёт дождь, идёт дождь, друзья мои. Окна у меня открыты, не холодно, но всё, осень пришла, осень пришла в Мерсин. Посмотрите, как пасмурно, солнышка нету. Зато природа наслаждается дождиком. Поливает дождик. Такие сады прекрасные. Кто-то из подписчиков написал, что Светлана, смотрю на ваши виды из окна и вижу, как будто самолёт стоит. Да, теплицы похожи на самолёт, как будто хвост самолёта. Но это теплицы. Спасибо вам всем. Спасибо огромное, что смотрите мой канал. Смотрите, море совсем не видно. Море не видно, друзья мои. Дождь. Как там котики? Спрятались, наверное, в домик. Дождик всё ещё идёт. Двадцать минут уже, но уже небо стало светлеть. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана Балина. Я вам вещаю из своей квартиры в городе Мерсинь. Друзья мои, я утеплилась. Всё, осень пришла. Сегодня уже пасмурно, и сегодня даже идёт дождик. Но он буквально шёл минут двадцать, и сейчас опять небо светлее, даже уже где-то виднеется солнышко. Ой, а сегодняшний день мне даже этот дождик не омрачит. А знаете почему? Та-дам! Та-дам, друзья мои! Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Да-да-да. Моя первая зарплата сегодня утром поступила на мой эстонский счёт от YouTube. Это сумма за сентябрь и октябрь. Принимаю поздравления, друзья мои! ну что я же говорила я же говорила что это все реально важно одна тысяча подписчиков четыре тысячи просмотров и тогда уже youtube заключает с вами договор о монетизации потом мы заполняем налоговую декларацию и получаем свои денежки но важно быть интересным конечно же зрителю важно что было тысячу просмотров за каждую тысячу просмотров youtube платит 1 доллар не знаю у меня эмоции переполняет сегодня я вообще-то хотела сделать себе выходной думаю не буду никуда ходить я не буду ничего снимать но я не могла не поделиться с вами своей радостью вот не могла выжим вы же меня поддерживали с самого начала я когда переехала в турцию у меня было 300 подписчиков со мной приехала 300 моих подписчиков а все остальные вы присоединились уже когда я жила в турции друзья мои ну конечно же вы переживаете конечно же вы радуйтесь вместе со мной поэтому я с вами на связи дома кстати стала сыроватенько но знаете вот утром если раньше я вставала открывала окна но если я ночью например я и спала с открытым окном но все равно я не закрывала то в квартире было как бы тепло а сейчас как-то сыроватенько уже хочется на ночнушку накинуть халатик а так как у меня из вещей только все топики шортики маруське то я купила костюм потому что у нее ну пижаму домашнюю по дому ходить потому что у нее комната дальняя и она самая холодная там два окна ну то есть ей там не холодно но ей там нормально а летом так вообще будет там супер вот мне нужно вайкики друзья мои надо утепляться хочу себе такую пижаму для дома может быть с футболками но хотя бы штанишки вот так что не знаю когда я съезжу или сегодня или завтра обязательно возьму вас с собой вот что-то еще хотела рассказать а я на связи со своими соседями так как у нас дом с отоплением оказывается у нас центральное отопление если например моя олечка в стамбуле включает сама себе отопление да и выключает когда это жарко то мы ждем когда включат нам всем и мы с соседями сейчас будем выяснять когда же в турции включается отопление при какой температуре мне например уже хочется в ванную комнату включить вот этот у меня полотенцесушитель висит но он тоже от батарея центрального отопления включается поэтому мне уже хочется вот что значит один день не светило солнышко господи как подумаю люди в таллине живут у них там это одно один день светит солнышко а у нас только не светит это не день а каких-то пару часов упс ну вот о чем я говорила пока я посудомойку загружала посмотрите за окном солнышко светит солнышко светит друзья мои мне такая погода такой климат ну вот просто вот у меня просто нет слов друзья мои сегодня еще хотела с вами поболтать знаете о чем о ваших комментариях вы у меня такие молодцы под каждым моим видео вы мне пишите комментарии где-то просто желаете мне хорошего дня какие-то позитивные мысли свои просто передаете привет и делитесь своей погодой в вашем городе а где-то начинаете меня учить у меня проблема например с духовкой с микроволновкой выключали свет электричество друзья мои не могу настроить часы ну вот не могу уже и подружка говорит свет там надо там нажать нажать я пробовала я не знаю может что-то случилось что там вся эта система как-то я не знаю что с ней случилось нажимаю так и одновременно нажимаю идет какой-то вот если на часики идет одни обратный отсчет при ставится час пятьдесят семь идет час пятьдесят семь час пятьдесят шесть час пятьдесят пять чего такое вообще а потом когда по нулям пишется and это на духовке на моей электрической короче спасибо что мне помогаете очень приятно смотрите как светит ярко солнце еще буквально полчаса назад здесь все было серо но вы видели я показывала солнышко прямо припекает у меня окно открыто видите окно открыто друзья мои ну вот моя проблема смотрите вот смотрите так and вы меня учите что надо так нажать на часики и например на минус вот я нажимаю вот у меня 950 стоит теперь я хочу поставить время но предположим сейчас два часа до куда мне сюда нет сюда нет эти ничего не происходит и куда мне ножа или мне нажать на настроить он настройку нажала теперь мне надо наверно поднять до 14 до ой друзья получается получается так а как мне теперь вот это сюда поставить минуты обратно сюда боже получается сейчас я посмотрю сколько время друзья мои 13 46 значит нам надо сейчас убрать ой еще раз 13 поставить потом сюда и 46 но поставлю 47 вот а теперь как мне обратно как мне ой зафиксировать сюда господи неужели получилось неужели получилось значит это мне надо было нажать на часики и на минус вот какие у меня умные подписчики друзья мои ну посмотрите но это же чудо так теперь надо с микроволновкой разобраться вот здесь по моему надо как-то вот не помню а часики вот сюда сюда наверно нет это включается ну короче с микроволновкой друзья мои напишите куда здесь нажать не нажимается вытягивать я боюсь если напишите тянуть на себя буду тянуть здесь тоже надо поменять время спасибо друзья мои спасибо ой ну все я научилась слава богу часы настроили погода видите восстановилась дождика больше нету жду марусю из школы в три часа возможно у будет онлайн урок в три часа учительница написала что у нее освободилось время вот петухи поют слышно да а может быть в пять часов будет не знаю решает маруся потому что в три часа она придет из школы если она будет голодная она будет обедать если будет не очень голодная так как она в школе всегда покупает наивкуснейший семит тогда она позанимается потом пообедает а мне наверно надо все таки поехать в айкики благодать же друзья мои какое небо голубое всем мира и добра друзья мои за окном светит солнышко на часах полтретьего готовлю обед на обед у нас отбивные из куриного филе и гречка но естественно овощи шанелечка на солнышке благодать же когда водичка выкипает но не до конца конечно я кладу кусочек сливочного масла делаю медленный огонь открываю крышкой отбивные у меня вот такие вот тоже переворачиваю их на медленный огонь минут на 10 гречка очень хорошая рассыпчатая очень хорошая то я ложечкой и проверяла готова или не готова подхожу к окну прямо глаза щурю а потому что солнце светит и море кстати уже видно сейчас вам покажу смотрите друзья приближаю вот так вот вот моя марусечка трансфер ее привел сельдер машинная девочка три часа три часа она 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 Продолжение следует... Маруся всё-таки согласилась провести онлайн-урок в 3 часа, потом она обедает, и мы с ней прокатимся в сайпак. Я сейчас выгуляла Шанелечку на улице, и вы знаете, что я увидела, друзья мои? Я увидела домик для котят. Я вам обязательно, когда буду ехать в сайпарк, вам покажу. Просто я думаю, ну это ж надо, какой это добрый человек. Я думаю, что это КПДЖ, потому что он как бы нам помогал собирать домик. И, возможно, ну как бы тоже у него эта идея возникла, помочь котикам. Ну или какой-то другой наш сосед в нашем сите. Ну, дай бог здоровья этим людям, кто вообще это сделал, друзья мои. Я обязательно вам покажу. Вот. Ну, а развозку, сервис вы видели, да? Очень удобно, что Марусю и привозят, и увозят. А всё почему, друзья мои? Просто наша школа находится в деревне, и общественный транспорт туда не ходит. Поэтому приходится платить. Если вы хотите сэкономить, вам нужно купить квартиру так, чтобы школа по прописке была где-то в городе. Тогда ваш ребёнок на маршрутке или на автобусе или пешочком придёт домой. Друзья, пять часов вечера. Мы, наконец-таки, пообедали и выбрались в сайпарк с Марусей. Смотрите, заходим в лифт, что мы видим? Просто розы. Просто лежат розы. Что это за обычай такой в лифте? Выходим из нашего подъезда. Вечерей, солнышко уходит. Так, Маруся, может, мы с тобой по ковчёночке вернёмся оденем? Нет? Друзья, куда я иду? Покажу вам. Домик покажу вам. Смотрите. Смотрите, какой добрый человек. Ну, посмотрите. Коробку сделал дырку-вход. Там постелил какой-то коврик. Обмотал всё пакетом от дождя. Вот так вот и будет жить здесь котик. А может, даже несколько котиков. Ну, под машиной тоже лежат. Смотрите, уже Арчи бежит за Марусей. Ты такой жирненький, Арчи. Хорошо тебя здесь кормим. Маруся, остатки еды котикам несёт. Такой смешной. С дороги отходите. Пять часов. Солнышко уже уходит и череет. Ой, ну что, друзья, иду. Ну, прямо вот если я вчера чувствовала себя богатой женщиной, то сегодня я прямо ощущаю. Ну, представляете, на карте такая сумма. Ну, всё, идём тратить, друзья мои. Идём покупать пижаму. Вот такие гуси там у нас. Сели в такси, друзья мои. Олени, идти на маршрутку. На такси 32 леры. Ну, что, друзья, зашла в мир пижамы, байкики. Давайте мне выберем тёпленькую какую-нибудь пижамочку или штанишки. Вот, кстати, штанишек много, но они все трикотажные. А мне хочется, знаете, такие байка, фланелька. А так трикотажные тоже нормальные. Так, а вот то, что я хотела. Вот такие штанишки, видите, тёпленькие. Это пижамка рождественная. Видите, такой весёлый, весёлый такой. 329 такая пижамка стоит. Но я кофту не хочу такую тёпленькую. Это пижама 169 сейчас стоит. Слушайте, а мне вот эта нравится, она мелюровая. Но она чёрная, чёрная не особо хочу. Буду думать, короче, буду думать. Вот ещё по скидке 249, но они трикотажные. Штанишки тоже. Ой, хочется всё-таки мягенькие такие. Даже не знаю, на что глаз положить. Даже не знаю, даже не знаю. Вот мне в прошлый раз вот эта синяя понравилась. Ой, чуть не упала. Может, мне синюю такую себе взять? Марусь, по-моему, такая же у тебя или у тебя с капюшоном? У меня без этой надпись. Хорошо, а у тебя с капюшоном или нет? С капюшоном. С капюшоном? Коричневая, да, у тебя? Да. Здесь видите, какие есть. Плюшевые, чёрные такие. А вот мой халатик, кстати. Я купила халатик. Но он такой вообще секс. Он еле попу прикрывает. Ну и что? Нормально. Кофе пью за завтраком. К нему можно вот такие штанишки, кстати, взять. Но я не хочу. А может, мне просто штанишки взять и носить с футболкой, кстати. Взять штанишки. Купить футболку. Или тут есть топы, майки разные. Что-то подумать, друзья. Так. А вот это тоже такая... Ну нет. Нет. Не то качество. О, вот что я возьму. Панду возьму. Да, это именно те штанишки, которые я хотела. Маруся, посмотри, пожалуйста, сколько стоит. Мне неудобно смотреть. Ой. Есть там цена? XS. Размер схватила Маруся. 379 лир. И красненькая есть. Ну нет. Беленькая такая, она нежная такая. А красненькая вот такая вот. Но качество немножко отличается с Никки Маусом и штанишки. Да. Как тебе, Маруся, для меня такая пижамка? Мне тоже такая нравится. Нравится? Давай, может, одинаковые взять? Или разные надо? Опс. Друзья. Ну вот такая вот пижамка. Топленькая Маруся хочет две одинаковых взять. А я что-то сначала ей отказала, а теперь думаю, ну, может, и взять две одинаковые пижамки. А теперь она уже и не хочет. Друзья, смотрите. Сейчас... А, нет, это не моя. Тут с рисунком. С рисунком? Но в любом случае, смотрите, цена 249 по скидке. Такая мягенькая. А есть еще вот такая вот пижамка. Прикольная. Я Марусе предлагаю такую купить ей. Такие штанишки стильные. Только большие размеры. 2XL. Вот еще там посмотреть. Смотрите, халатики какие. 319 красненький какой. А есть такой вот халатик тоже такой коротенький. Маруся, иди сюда. Не слышит. Смотри, с лапками котика коротенький, плюшевый. Утром завтракать будешь. Ты посмотри, какая. Вот характер, а. Нет и все. Упс, друзья, смотрите. Кофта, как у Маруси, только в другом цвете. В таком золотом или бежевом. Сейчас, если Маруся мне эсточку найдет, штанишки. А, это ковка XS. Просто по скидке. Ой, ну скидка тут незначительная. Господи, 30 лет всего лишь. 2 доллара. Еще вот отдел с кижамами. Трикотажными. Маруся, может, тебе трикотажный какой-нибудь? Не хочешь? О, Маруся, смотри, какая смайл. Не нравится? Розовую не хочешь? Боже мой, какая. Боже мой, какая. Друзья мои, смотрите. Прикольная пижамка. Тоже мне нравится, Маруся? А цена какая? Со скидкой. 229. Тут лиловые. Такие маечки. Маруся, тебе не нравится такая маечка? Не надо. Не надо, хорошо. Еще вот пижамочки. Такая вот серенькая. 159. Кстати, неплохая. Не хочешь серенькую, Марусь, такую? Боже, я все не могу. Хожу на эти халатики, смотрю. Для Маруси. У меня-то черные. Никак не могу ее уговорить. Марусь, давай вот с такими лапками. А красненьким плюшим. А серенький, Маруся. Не хочет. Как куртку. Не хочу, потом размеров не будет. И захочет. И вот такие вот новогодние пижамки. Смотрите, какой рождественские. Нарядные, красные. Надо себе красные трусы купить. Маруся нашла себе пижамку. И она сейчас по скидке. 399XS. Марусь, нравится тебе такая пижамка? Давай возьмем. В отделе для скидок, друзья мои, столько много пижам, больших размеров. Вот, например, мне очень понравилось это качество, да. Штанишки и кофта. Такие штанишки. И вот такая вот кофта. Прикольная. Но размеры 2XL, 3XL. Моего размера S-очки нету. Либо разобрали, либо и не было. Ну все. С покупками мы. Маруся с пижамой. Я с пижамой. Довольны и счастливы. Друзья мои, смотрю на витрине. Зонтики. У нас же уже все осень. Смотрите, какой дизайн зонтиков. Фиолетовый. А мне вот этот нравится. Веселенький. Ну или фиолетовый такой вот. Короче, 119 лир или 89, в зависимости, наверное, от размера. Ну вот, друзья. Сейчас зайдем здесь, посмотрим куртку для Маруси. Вот когда было много курток, я ей говорю, давай, солнышко, померяй, померяй. А на нет, в Турции зимы не будет. Ну вот. А осень-то наступила. И дождики. Ну, короче, будем сейчас с ней что-нибудь выбирать. Маруся нашла себе куртку и свитер. Слава Богу. Ну все, у ребенка есть куртка. Захожу в Мигрос и тут меня встречает. Посмотрите, что встречает. И посудомойка. Сколько стоит стиральная машина Samsung? Вот такие вот цены за семь с половиной тысяч. Ну, отлично. Скидки в Мигросе, друзья мои. Посмотрите. Посмотрите. Стиральная машина. Отлично. Боже мой. Рай какой телевизор в Samsung. Огромные телевизоры. Мандаричики, друзья мои. По 13.75. Я купила этот жуток. Шоколадный рай, друзья мои. Шоколадный рай. И этот шоколад мой любимый. И вот этот шоколад мой любимый. И Марусин, кстати. У меня яйца заканчиваются. Возьму 15 штук. 37.45. Такая упаковочка. Марусечка моя пошла в Starbucks и заказала мне, чтобы я ей смузик взяла. Буду сейчас искать ее любимые. Марусин пошла в магазин косметики купить себе масочки для лица. А я после Митроса сижу под розовым деревом, шпу ее надеваю. Выходим мы с нашими покупочками. На улице уже прохладненько. Так, скажем, если бы мы были... Называй, Марус. Если бы мы были в кофточках, было бы получше. Но ничего страшного. Такси сейчас и домой. Такси сейчас и домой. Ну вот, друзья, мы уже дома в нашем лифте. Спасибо, что были с нами. Спасибо.